Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии мы встречаемся с первыми лицами Рязани и обсуждаем самые актуальные городские вопросы и проблемы. И наш сегодняшний гость – начальник новообразованного в Рязани управления по работе с населением на территории Александр Кулаев. Здравствуйте, Александр Борисович! Здравствуйте! Действительно, новое управление, много вопросов. Ну и, наверное, главный вопрос, собственно говоря, чем оно займется, а точнее, уже занимается. Ну, управление начну с того, что было создано не только по инициативе администрации, но и по инициативе непосредственно граждан города Рязани, жителей Рязани. В ходе, скажем так, предвыбранной программы своей Виталий Евгеньевич Артемов озвучил идею создания данного управления, вот, и представители населения поддержали эту идею, и управление было создано с основной, наверное, задачей. Это развитие местного управления, это поддержка инициатив граждан, это обеспечение открытости власти, вот, не просто слышать, вернее, слушать население, но еще слышать его и доводить информацию до населения непосредственно на местах, на территории. Ну, вот, на самом деле, очень такие правильные, как бы, благие задачи, а вот как они выполняются, что называется, в конкретике? Задача управления построить работу с населением так, чтобы двери кабинетов администрации были открыты и доступны для всех жителей города Рязани. Мы знаем, что не всегда чиновники, да, они правильно реагируют на обращение жалобы граждан, на их предложения, а предложения бывают зачастую очень грамотные и достойные поддержки. Это все остается где-то в бумагах. Вот, задача нашего управления, чтобы это не осталось в бумагах, даже если мы сегодня не можем среагировать на то или иное предложение жителя нашего, да, достойного внимания, мы должны ему разъяснить, когда мы сможем приступить к этой работе. Он должен понимать, что администрация это сегодня сделать не может, а сделает это завтра. А если гражданин обратился с жалобой, даже если это находится вне нашей компетенции и вне компетенции наших специалистов, мы берем на контроль прохождение этой жалобы через другие структуры администрации. И если гражданин останется неудовлетворен тем или иным ответом, у нас есть полномочия спросить с руководителя той или иной структуры, почему он дал такой ответ. Или почему он до конца не разъяснил гражданину той или иной позиции свою. Ну вот, наверное, я не погрешу против истины, если скажу, что больше всего, скажем так, наше население волнует там прежде всего услуги ЖКХ, комфорта собственного двора, ну, грубо говоря, подъездов, да, которые там не отремонтированы должным образом, да, где-то ремонт крыши, где-то ремонт внутридворовой территории. Это решение этих вопросов, это все функционал вашего управления? У нас есть полномочия по муниципальному жилищному контролю, который, собственно говоря, и отвечает на ваш вопрос. Это контроль за качеством представляемых услуг коммунальных, жилых услуг. И здесь у нас есть полномочия по рассмотрению обращений граждан, раз, по реагированию на эти обращения, по привлечению поставщиков коммунальных и жилищных услуг к административной ответственности. В данном вопросе, в данном вопросе, я вам скажу, что у нас в городе Рязани сделаны большие шаги вперед. Это в части создания Института общественных жилищных инспекторов по руководству Государственной жилищной инспекции. И вообще, вот как бы образуется такая триада, скажем, в этом вопросе. Это Государственная жилищная инспекция, это муниципальный жилищный контроль, собственно говоря, который входит в структуру нашего управления, наделили мы полномочиями этими, и общественные жилищные инспектора, которые работают непосредственно на территории, которые имеют опыт и знания необходимые для осуществления этого контроля, которым обязаны прислушиваться те или иные управляющие компании. А если они уже не будут к ним прислушиваться, то тут уже включаются все механизмы Государственной и муниципальной власти. Ну, то есть, условно говоря, общественный жилищный инспектор, что он может? Он может, к примеру, зафиксировать факт того, что там, не знаю, плохое отопление в той или иной квартире, обратиться, соответственно, дальше куда? К вам? Он имеет право обратиться, прежде всего, к управляющим компаниям. Каждая управляющая компания знает своего общественного жилищного инспектора, у них есть удостоверение. Они совместно участвуют в тех или иных совещаниях, вопросах по решению проблем. Уже налажены сегодня определенные механизмы связи для решения этих вопросов. Общественный жилищный инспектор наделен полномочиями сделать замечание, сделать предложение той или иной управляющей компании. Если на это предложение не будет никакой реакции, я уже об этом сказал, включается механизм муниципальной и государственной власти уже в этом вопросе. И тут как бы другого пути нет. Я еще хотел бы отметить следующее, что общественные жилищные инспектора, они работают на своей закрепленной территории и являются составной частью такого важного на самом деле органа общественного управления, как Совет территории, действующий на территории города Рязани. Они были созданы в 2012 году, получили достаточно уже опыт работы, очень положительный опыт работы. Я скажу, что в состав общественных советов входят представители многоквартирных домов, входят представители школ, входят представители управляющей компании, тех или иных предприятий, которые там работают на территории непосредственно. Все это происходит в взаимодействии с депутатами Рязанской городской думы, в взаимодействии с администрацией. И на самом деле главой администрации поставлена задача, что Совет территории это реально действующий орган на территории, реально действующий орган, наделенный полномочиями, которым обязаны прислушиваться все, кто проживает на этой территории. Естественно, администрация руководствуется в решении комплексного благоустройства, о чем вы говорили, о создании комфортных условий на территории, руководствуется мнением Совета территории. Если проанализировать работу Совета территории в прошлом году, то можно сделать однозначный вывод, что благодаря совместной работе администрации и жителей, как раз через этот Совет, он являлся действительно очень хорошим механизмом, приведены в порядок дворовые территории. Появились даже где-то небольшие скверики, небольшие зеленые зоны, что очень важно, о необходимости которых уже столько сказано. Проведена работа по благоустройству, появились детские площадки во дворах. Вы все это продолжите делать? Да. Эта работа будет продолжена и в 2014 году, и далее. Я уже сказал, что Совет территории это стержень нашей работы непосредственно на территории. Эта работа будет продолжена. Кроме того, может быть, изменим в этом году подход к благоустройству территории. Если раньше бывало так, что в одном месте ремонтируем дорогу, а свали в другом месте, ставим детскую площадку, в третьем подъезд. На сегодняшний момент, в этом году, к этому вопросу подход, наверное, будет такой. Непосредственно с Советом территории, с депутатами Рязанской городской думы, вообще с активными жителями того или иного района, мы определяем непосредственно площадку, где будет производиться ремонт. Управляющие компании будут выполнять свои обязанности по ремонту подъездов, по ремонту входных групп. Город будет устанавливать детское оборудование, спортивное оборудование. Ну и жители непосредственно будут подключены к этой работе в части благоустройства и оказания помощи в наведении порядка. Хотелось бы, чтобы на том объекте, когда мы будем заходить в этом году для проведения работ, и потом эти работы заканчивать, а жители будут принимать эту работу и контролировать, хотелось бы, чтобы потом уже можно было смотреть на все сразу и любоваться вот этой работой. Красивый подъезд, красивый двор, ну и довольны жители. Александр Борисович, ну вот какие-то планы на этот год, что называется, уже существуют? Какие дворы, что называется, будут отремонтированы? Какая-то подготовка ведется? Верстка этих планов? Да, вы абсолютно правы, подготовка ведется. Она ведется уже даже не сегодня, она началась вестись в прошлом году, потому что заявок и обращения жителей достаточно, работы более чем достаточно. Единственное, конечно, не хватает, наверное, финансовых средств. Все заявки-то вряд ли удовлетворятся. Да, поэтому вот именно роль Совета в территории здесь очень важна, чтобы прислушаться к мнению жителей, где наиболее узкие вот эти проблемные места, где поставить, где начать работу, где немножко отложить работу, потерпеть. Вот это очень важно. Поэтому в этом году однозначно работа будет продолжена, значит, списки сейчас формируются, заявки и обращения граждан рассматриваются, и вся эта работа в этом году будет и начата, и завершена. Ну, и до жителей, соответственно, будет доводиться, да, что вот эти дворы мы сделаем в этом году, вот эти могут немножечко подождать, мы приступим к реализации в следующем, вот эти могут подождать еще чуть подольше, соответственно, в 2016 и так далее, и так далее. То есть не останется неохваченных территорий, и, в общем-то, со временем, ну, каждый двор нашего города должен быть приведен в порядок. Ну, это цель, цель, наша цель, к которой мы движемся. Единственное, я бы, может быть, сказал, что не только мы доведем это до граждан, где что будет ремонтироваться, а граждане будут принимать решение, граждане будут принимать решение через советы территории, через общественное слушание. Поэтому решение окончательно, в принципе, будет не за администрацией, а за жителями. Ну, то есть новый совершенно подход, не, что называется, жители для администрации, а администрация для жителей. И планы, они будут верстаться, исходя из пожеланий горожан. – Однозначно, и я бы сказал, что и в прошлом году, в прошлом году этот подход соблюдался. Вот, и хотелось бы даже сказать следующее, может быть, для жителей города Рязани, для тех людей, которые проживают рядом с нами, мне бы хотелось и с выводом лично сказать следующее, что там, где жители активны в этих вопросах, там, где они не молчат, проявляют заботу о своем дворе, о своем доме, они взаимодействуют и с управляющей компанией, они взаимодействуют и с советами территории. Там получается гораздо лучше, чем в других местах. Вот это вот взаимодействие, общение и решение вместе тех или иных проблем, оно и администрации легче работать. Ты понимаешь, куда выделяются деньги, зачем они выделяются, как они осваиваются, какой результат. Вот к этому, собственно говоря, мы и стремимся, чтобы через работу с населением, через работу с общественностью эффективно решать поставленные задачи. Александр Борисович, у нас традиционно многие, скажем так, вот внутридворовые вопросы, те вопросы, о которых мы сейчас говорили, решали префектуры. В новой структуре администрации города, как таковых префектур, нет, и их функции переданы вашему управлению. Ну, а практически, для населения, что это значит? Куда обращаться-то? В новое какое-то место или по прежним адресам? Обращаться можно и нужно по прежним адресам. Многие функции префектур, они сохранились в нашем управлении. Вот, поэтому для населения ничего в худшую сторону абсолютно не поменяется, а только улучшится. Вот, единственное, наверное, советская префектура переедет по новому адресу Горького, дом 1, будет располагаться и работать вместе с Октябрьской префектурой. Неудобств для населения, в принципе, никаких не будет. Вот, телефоны сохраняются прежние, вот, и задачи, которые решали префектуры, будет решать наше управление. Вот, что касается, вот, вы правильно сказали, по территориям и по дворам, где префектуры решали многие вопросы, вот, я хотел бы отметить следующее, опять же сказать, что все хорошее, что делали префектуры, мы обязательно сохраним и будем развивать. Только попросить, хотелось бы население о следующем, что когда вот эти мероприятия планируются во дворах, как можно больше участия они свое проявляли. Почему? Потому что много проблемных вопросов во дворах, я даже, наверное, не буду их озвучивать, все знают эти проблемы, но решить их можно только порою через общее решение, через проведение собрания, для выражения мнения всего коллектива, проживающего в доме, когда можно принять окончательное решение. Об этом говорит и жилищный кодекс, об этом говорит и практика, и это, наверное, правильно, потому что одна жалоба, одно обращение порою противоречит многим мнению жителей дома. Поэтому хотелось бы попросить горожан, жителей, особенно многоквартирных домов, активнее принимать участие в решении проблем своего дома. Александр Кулаев, начальник нового управления администрацией города Рязани, управления по работе с населением на территории, о новых принципах в работе не только управления, но и администрации в целом, и о максимальной открытости власти для горожан. Это была программа «Лицом к городу». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова